Пацаны, набираем 7777 лайков и следующая серия не заставит себя долго ждать, а точнее она выйдет прям завтра. Друзья, я вот сейчас сижу, смотрю на свою основную команду и думаю, а что тут вообще нахрен улучшать? У меня топовая команда, стремиться особо не к чему. И в связи с этим я задумался и решил запустить новую рубрику на своем канале. Название к рубрике я пока что не придумал, но наверняка вы уже видите это название у себя перед глазами. В общем-то идея в чем? Идея в том, что я буду играть в FIFA непосредственно на новом аккаунте, открывать пакетики и при этом играть только игроками, которые упали из паков. Я не имею права пользоваться трансферным рынком. Блядь. В первую очередь, кстати, яшники напоминаю, что это позитивная игра. Сука! Закись нахуй! Между, блядь, мон! Позитивная игра. Так, я возьму, наверное, стартовый набор из бразильцев. Стартовая команда, конечно, оставляет желать лучшего. Так, тут мне разных бонусов сразу же с первого захода надавали. Во-первых, сразу же берем Сона в аренду. Так, это все, я думаю, что можно по-квикселить. Хотя, смысла квикселить, наверное, нет, потому что я не имею права пользоваться трансферным рынком. В общем-то, у нас есть четыре пака. Так, это редкий игрок. Тут даже интерес какой-никакой имеется. Это Раджан Энгола. Его как-то прикольно можно линкануть с Филайни. Я думаю, что я не буду отказывать себе в идее выбивать карточки с заданий. Опять Бельгийц. Опять Цапник. Вот как такое возможно? Объясните, друзья. Ну вот после этого вы не говорите, что в этой игре нет подкрутки. Сколько игроков в этой части FIFA? У меня второй пак, и это уже дубликат. Ну это же бред собачий. Ну нормально. У нас есть топовый защитник Гинтер. Ну и последняя карточка. Это Испанец ЦЗ. Это Марио Хермоса. Ну и, собственно, ребята, в честь старта данной рубрики давайте сразу же вскроем один пакетик, так скажем, для начала, чтобы сколотить какой-нибудь более-менее играбельный состав. Но это не Уолкаут, к сожалению. Это Хардеки. Что, друзья? Крутил, вертел, и по итогу у меня получилась вот такая вот охуевшая команда. Так, сразу же заберем, наверное, Кумира в аренду. Вы знаете, пусть это будет Кройв. На основном аккаунте у меня Пеле. Так, ну и давайте быстренько я объясню правила. В принципе, они не сильно отличаются от рубрики с донатом. Опять же, за исключением того, что у меня нет трансферного рынка, по сути, все то же самое. Я выигрываю, открываю один пак, максимально самый крутой. Если я забиваю больше трех мячей, это плюс еще один дополнительный пак. Если же я проигрываю, то открываю самый дешманский пак. Там, я не знаю, за 7500 какой будет. То есть, особого напряга не будет. Будем играть по лайту. Составчик пока что у меня полная дрянь. Сами видите. Но есть одно преимущество у нас. Мы будем играть в 10-м дивизионе. Возможно, здесь будут какие-нибудь очередняры. Если у вас есть какие-то личные пожелания по типу правил, то welcome. Комментарии к вашим услугам. Вау. Вот это прикольно. Джо Гомес мне упал. Какой-то пак на отъебись медали. И тут добрый вечер. Это вполне себе заявочка на игрока основного состава. Так, есть проблема. У меня есть хороший центральный защитник, но линковать его не с кем. О, вот так вот можно делать, кстати. Так, ну что, погнали искать нашего первого соперника в 10-м дивизионе. Я думал, я буду это делать вечно. А нет, соперник сразу же нашелся. Есть надежда. Есть надежда, что это будет сейчас какой-нибудь бич. Который тоже только запустил аккаунт. Но, как видите, нет. Тут уже сыгранная сотка. Команда выглядит очень бодро. Стоямба. Блядь, ребята, да что? Я вообще не нажимал кнопку подката. Иди нахуй, судья, блядь. Я не нажимал кнопку подката, блядь. Это какой-то автоподкат был от ебучего, блядь, гомоза, сука. Бесячая игра, блядь. Так, он смотрит влево, если я не ошибаюсь. Бля, обидно начинать с такого говна. Учитывая, что я этот ебучий, блядь, подкат не делал. Так, соперник неочередняра. Я это уже вижу. Ни хрена пока что сделать не могу. 20 минут прошло. Так, ну-ка, найнголан. Блядь, хороший удар был. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Тут Депай бежит забивать нам второй гол. Ну, я хуй знаю, что делать. Короче, друзья, тот матч печальным образом мы проиграли. Но есть шанс поутать что-нибудь прикольное в паке за 7500. Напоминаю, если я проигрываю даже, то я открываю пак за 7500. Как утешительный приз, так скажем. Давайте смотреть. К сожалению, здесь ни хрена нет. Это Германия, Цопник, Арнольд. Так, друзья. Мне в срочном порядке нужно крафтить промо-пакетики. Поэтому, что я делаю? Я выпускаю в атаку Кройфа и, собственно, Сона. Ну и тут я решил поэкспериментировать и добавить вот голландский линк. Так, давай, давай, хуёвый состав. Есть! Хорош, ребята. Это наша надежда на хороший промо-пакетик. Так, Йохан Кройф. В дальний! Хорош. 1-0. Друзья, это наш шанс. Нужно лутать срочно пакетики. С таким составчиком мы далеко не уедем. Да, в 10-м диве кое-как перекантоваться можем. Но мы же в перспективном будущем хотим в элитный дивизион. Мы делаем вот так вот. Потом делаем вот так вот. И вот так вот. Да иди ты нахуй, бля, голкипер, сраный. Надо лонгшотик ебнуть. Я чувствую. Бля, да иди ты нахуй, голкипер, бля. Чё ты будешь делать? Подача. Накрой фа... Блядь, он меня заебал нахуй. Ну. Да ёб твою мать. Как мне не везёт-то в атаке? Блядь, у меня уже очко пригорает. Всё, ты меня заебал нахуй. Ты меня заебал, блядь. Вынимай нахуй. Кто это забил, блядь? Копмеянерс. Хорош, копмеянерс. Да нет, блядь. Да кипер, да возьми мяч. Значит, так слабо он летел. О, спасибо большое. Не стал тратить моё время. Но, к сожалению, третий гол мы не добили. А это значит, что у нас будет всего лишь один промо-пак. Блин, надо вот третий забивать. Но кто знал, что он ливнёт. Конечно, обидно, что такие вот всратые промо-паки у нас. Всего лишь шесть редких. Но при этом 82+. Ладно, давайте открывать. Надежда имеется. Надежда имеется на что-то хорошее. Учитывая наш склад, нам, в принципе, многого не надо. Ну, хотя бы уолкаут, сука, дали бы, блядь. Ну, что это за говнарь, блядь? Какой нахуй Марата? Сука. Ну, это прям вообще отсос полнейший. Ну, тут есть Канате, которого мы можем линкануть кое-как с Гомазом. Так, ну что? С горем пополам. Мы тут что-то нахимичили, накрутили, навертели. Сыгранность 84. Но проблема в том, что у меня нет голкипера из АПЛ. У Кройфа и Сона по два матча еще. Думаю, что на этом ознакомительная серия у нас подходит к концу. Я просто не знаю, насколько хорошо вам эта рубрика зайдет. Свою активность вы можете показать своими лукасами. Если сразу наберем много-много лукасов, то, возможно, на следующий день я упущу следующую серию. Ну, или же опять все закончится на первой серии. ХЗ, короче, будем смотреть. Пока что прикольно и интересно, потому что, ну, на основном аккаунте, как вы видели, у меня сумасшедшая команда и стремиться особо уже не к чему. А тут есть какой-то такой интерес. Смотреть, что можно накрутить, навертеть, просто открывая пакетики FIFA 22. Если что, друзья, я имею право собирать там СБЧ, вытаскивать игроков из, собственно, заданий. Поэтому у меня есть 11 часов, чтобы постараться выбить филайни. Думаю, что этим я и займусь.